Гелана Сута. Болен. Сам Ютаникая 55-54. Однажды Благословенный пребывал в стране Сакьев в Капилаватху в парке Негротхе. И тогда группа монахов изготавливала одеяние для Благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, Благословенный отправится в странствие. Маханама из клана Сакьев услышал. Группа Пхикху изготавливает одеяние для Благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, Благословенный отправится в странствие. И тогда Маханама из клана Сатьев отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Господин, я слышал, что группа Пхикху изготавливает одеяние для Благословенного, размышляя так, по истечении трех месяцев, когда эта одежда будет готова, Благословенная отправится в странствие. Но я не услышал и не узнал в присутствии самого Благословенного о том, как мудрого мирянина, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, должен наставлять другой мудрый мирянин. Маханама, мудрый мирянин, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, должен наставляться другим мудрым мирянином этими четырьмя утешениями. Пусть почтенный успокоится. Ты обладаешь подтвержденной верой в Буду, в самом деле благословенный, достойный, истинно самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Пусть почтенный успокоится. Ты обладаешь подтвержденной верой в Тхам, Тхама превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. Пусть почтенный успокоится. Ты обладаешь подтвержденной верой в Сангху, Сангха учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути, другими словами, четыре пары или восемь типов личностей, это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимство, достойное подношений, достойное уважение, непревзойденное поле заслуг для мира. Пусть почтенные успокоятся. Ты наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятнанными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. После того, как мудрый мирянин, который нездоров, поражен болезнью, серьезно болен, получил наставление от другого мудрого мирянина этими четырьмя утешениями, его следует спросить, волнуешься ли ты о своем отце или матери? Если он ответит «Да», ему следует сказать «Но, дорогой мой, ты подвержен смерти». Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своем отце или матери, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своем отце или матери. Если он скажет «Я отбросил свое волнение о своем отце или матери», то его следует спросить, волнуешься ли ты о своей жене и детях? Если он ответит «Да», ему следует сказать «Но, дорогой мой, ты подвержен смерти». Вне зависимости от того, волнуешься ли ты о своей жене и детях, или же нет, ты все равно умрешь. Так что, пожалуйста, отбрось свое волнение о своей жене и детях. Если он скажет, я отбросил свое волнение о своей жене и детях, то его следует спросить, волнуешься ли ты о пяти нитях человеческих чувственных удовольствий. Если он ответит да, ему следует сказать, небесные чувственные удовольствия, друг, куда более прекрасные и возвышенные, нежели человеческие чувственные удовольствия. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от человеческих чувственных удовольствий и настройся на дэвов мира четырех великих царей. Если он скажет, мой ум отведен от человеческих чувственных удовольствий и настроен на дэвов мира четырех великих царей, то ему следует сказать, дэвы мира Таватимса куда более прекрасны и возвышенны, нежели дэвы мира четырех великих царей. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов четырех великих царей и настройся на дэвов мира Таватимсы. Если он скажет мой ум отведен от дэвов мира четырех великих царей и настроен на дэвов Таватимсы, то ему следует сказать, куда более прекрасный и возвышенный, нежели дэвы Таватимса, дэвы Ямы, дэвы Туситы, дэвы Немонарати, дэвы Паранимитавасавати. Мир Брахмы, друг, куда более прекрасен и возвышен, нежели дэвы Паранимитавасавати. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов Паранимитавасавати и настройся на мир Брахмы. Если он скажет «Мой ум отведен от Девы в Параниметавасавате и настроен на мир Брахмы», то ему следует сказать, даже мир Брахмы, друг, непостоянен, неустойчив, входит в самоопределение. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от мира Брахмы и направь его на прекращение личности. Если он скажет «Мой ум отведен от мира Брахмы», я направил его на прекращение самоопределения, то тогда, Маханама, я утверждаю, что нет разницы между мирянином, который таким образом освобожден умом, и монахом, который освобожден умом уже как сотню лет, то есть нет разницы между одним освобождением и другим.